Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 19 лет, росту 73 см, вес 57,2 кг. Его профессиональный рекорд – одна победа при одном поединке. Его стиль – рукопашный бой, представляющий город Урус-Мартан, Чеченская республика – Юнус Ахайев. А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 19 лет, росту 76 см, вес 57,2 кг. Его профессиональный рекорд – одна победа. Ни одного поражения. Его стиль – ММА, представляющий Курчалой, Чеченская республика. Рамзан Исраилов! Итак, Рамзан Исраилов против Юнуса Ахаева. 19-летние бойцы, имеющие за плечами по одному поединку и, соответственно, по одной победе. Кто-то из них сегодня уйдет из клетки с рекордом 1-1, а кто-то 2-0. И бодрое у нас начало. И это самое бодрое начало продолжается. Есть первый тейкдаун. Переводит тут же Исраилов Ахаева. Пытается улучшить позицию Ахаев. Ой, как интересно. Видите, сейчас голенью можно сделать ущемление бицепса было. Редкая позиция для этого. Некоторые, ну, такие профессионалы... Ой-ой-ой. Ой, как здорово. А сейчас делает захват. Исраилов, да, удушающий руками. Исраилов, да, удушающий руками. Еще коленями он себе помогает, то есть нанося удары. Ну, там очень трудно его сделать. Стойки, наверное, и невозможно близко к тому. Шикарно, слушайте. Ну, вот смотрится, смотрится поединок. Отлично работают спортсмены. Стойки, конечно, так треугольником редко душат. Обычно переводят фартер. Какая растяжка тоже, обратите внимание. То есть обычно, когда вот так ногу закладывают на плечо, уже падают спортсмены. Здесь нет. Здесь пришлось переводить дополнительно. Ну, и удивительно, что базовый рукопашник, Ахаев, идет вперед. Именно в борьбу. Он все-таки, наверное, его сильная сторона – это стойка. Но мы знаем, что все-таки рукопашникам тоже не чужда борьба. Ну, и при этом они все-таки бойцы ММА, они готовятся именно к этим выступлениям и, естественно, бороться умеют. Хорошие попадания. Удары от Ахаева. Тут за коленой отвечает. Исраилов. Завязались у сетки бойцы. Не позволяет пока что себя уронить Ахаев. Но есть изменение позиции. Теперь доминирует именно Айсраилов. Опять-таки доминирование такое формальное, потому что ни тот, ни другой особого ущерба друг другу не наносит. Хотя вот колено ответное от Ахаева неплохое в корпус. И здорово. Но тут же ковырок и сам же накрывается Ахаев после этого классного броска, да? Что дальше? Дальше. Была попытка апкика. Неудачная. И есть все-таки позиция, выигранная именно Исраиловым. Он в гарде. Ну, конечно, вот эта молодость, которая толкает спортсмена вперед, она обеспечивает нам по-настоящему интересный поединок. Ну и, честно говоря, так визуально трудно поверить, что это именно эта весовая категория, кажется, несколько больше оба спортсмена. Дальше. Научились сейчас, конечно, делать сгонку весу. Это поколение бойцов. Есть хорошая возможность пробежаться по сетке и столкнуться от нее. За счет этого улучшить позицию. Ну, вместо этого скрутился в гард Ахаев. Хорошие локти от Исраилова одно за другим. Да, действительно, очень хорошо плотно они заходят и часто они оставляют сечки. Вот локоть уже снизу. Собственно, единственный запрещенный локоть – это 12-6, то есть строго сверху вниз. Ну да, отталкиваться от сетки можно, а цепляться за нее нельзя. Поэтому сейчас поправляет Ашутошу Ден. Спортсменов и немножко застыла так схватка. Готовит треугольник боец снизу Юнус Ахаев. Ну, конечно, в этой позиции с таким свежим спортсменом это не представляется пока возможным. Попробовать бы встать, потому что люфт-то есть большой. О, здорово. Все попадает из Ашутоши. Ну вот, собственно, да, как раз сейчас пытается. Пытается встать Ахаев. Ух ты! И получается у него это сделать. Отлично. Чуть было не зашел даже за спину. И на выходе здорово сейчас заряжает Ахаев. Отвечает тут же фронт-киком Исраилов. И завершенный на первый раунд. Уύх ты! Установишь его до утра. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Субтитры сделал DimaTorzok 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 продолжается у нас вязкая борьба так есть еще один перевод ну конечно уже очень четко видно преимущество исраила в борьбе никаких вопросов она не вызывает но и возможность закончить будет досрочно судя по всему благодаря упорству ахаева пока не будет реализовано третий раунд мы с вами сейчас увидим третий раунд лучшие моменты раунда под номером 2 а Продолжение следует... 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 Ну и нужно отметить, что сам Сраилов тоже, видно, подустал. Ну а как не устать? Третий раунд такого интенсивного будет. Да, интенсивный и в то же время такой тяжелый, где много борьбы. Естественно, борьба она всегда очень сильно изматывает. Но при этом очень грамотно, методично свою работу выполняет. Рамзан? Да, причем комбинирует просто удары с ударами локтями. И, в общем-то, дает себе возможность и подышать, и побить. Вот, для того, чтобы сохранялся некоторый тоннаж ударов. Концовку мы видим. Концовку мы видим. Остается 40 секунд до конца. В общем-то, наверное, примерно понятно, как этот поединок, наверное, уже сложился. Вряд ли тут будут какие-то большие изменения. И при том, что стоят друг друга спортсмены, это очевидно. Все-таки некоторые преимущества у Сраилова по ходу поединка есть. Это факт. По крайней мере, для меня очевидно. Да, вот сейчас, посмотрите, одну руку заблокировал. Вторую все-таки удалось вытащить Ахаеву. Так, поставить блок, потому что прям в голову в одно и то же место много ударов прилетало. Да, они не самые тяжелые, но когда в одну и то же, ту же точку тебе снова и снова тыкают, конечно же, да, мало приятно. Ну что ж, по моему мнению, Рамазан и Сраилов несколько впереди в этом поединке. Но, правда, мы сегодня уже ошибались, поэтому оставим все-таки последнее слово. Посудим. Ну что ж, что можно констатировать? Интересный поединок. Примерно равные бойцы, но все-таки... В окончании трехраундного поединка... Кто-то один будет победить. Единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла Рамзан Исраилов. Которого мы поздравляем с победой. Ну и, конечно, его оппоненту Яну Сахайло тоже возвращаться скорее на победную тропу. Молодые, перспективные, интересные спортсмены, за которыми приятно свидеть.